начнем эфир небольшой такой сделаем буквально на там 15-20 минут хотел поделиться с вами фишками которые я вчера рассказывал на мастер-классе выступал для учеников полины большаковой есть такой блогер психолог вот и мы обсуждали как строить воронки создавать как делать карту пути клиента разрабатывать как понять кто ваша целевая аудитория и так далее я поделился несколькими прикольными фишками которые можете использовать тоже вы в работе и в своих проектах первая фишка это понять на какой ступени находится на какой ступени и ступени клиентской пирамиды потребностей находится ваш клиент и находитесь вы в качестве своей услуги что это значит если вспомнить пирамида маслоу то на первой ступени у нас базовые потребности это еда сон безопасность если двигаться выше то соответственно потребности меняются ну и там если дойти до вершины пирамиды там будет духовность социальная адаптация понимание кто я есть миссия жизненная и так далее вот если мы эти потребности спроекцируем на клиента то получится очень интересная штука пример значит как это использовать да и как вообще это все перенести именно на клиента предположим у вас услуга автоворонки да то есть вы продаете автоворонки автоматизацию бизнеса но что-то связано с каким-то сложными штуками там зато каком-то аналитическое аналитические блоки ставите да там сервис системы настраиваете и предположим к вам пришел клиент у которого 100000 оборота нету отдела продаж нету отдела маркетинга нет вообще никаких сотрудников сам на себя работает вот как вы думаете можно ли продать такому человеку вашу услугу конечно нет потому что если сравнивать с пирамиды маслоу то или маслоу да там то его бизнес находится на низшей стадии ступени развития потребности клиента данном случае потребности бизнеса поэтому продать будет невозможно пошла еще не дорос до вас то есть данный клиент просто своим своим пониманием готовностью там к вашей услуге он еще не дорос если вы его закрываете то велика вероятность того что клиент будет недоволен клиент попросит возврат денег там в общем это будет плохо для вас и для клиента как надо делать нужно искать тех клиентов которые находятся на том же уровне пирамиды что и вы либо выше пример опять же да очень простой жизни вы же не будете бомжу на улице рассказывать про духовности про то что ему нужно поехать полететь на бали ловить зен он вас нахрен пошлет то же самое здесь когда у клиента проблемы головняк просто с тем чтобы не знаю там вести бух отчет у него нету ни фига сотрудников он все сам делает он не умеет делегировать да то есть о каких бизнес процессах автоматизации в принципе может идти речь ни о каких конечно даже если вы его заставите купить вашу услугу как-то от манипулируете им да там то ну опять же как я уже сказал велика вероятность того что он просто попросит возврат да вот есть ли у кого-то вопросы по тому что я сейчас озвучу да может у кого-то вопросы появились могу ответить пока вопросов не вижу давайте двинемся дальше вот это что касаемо пирамиды масло да и пирамиды клиентского клиентских потребностей следующая фишка это то о чем я час часто рассказываю на конференции где выступает 43 уровня желания клиента три уровня желания клиента явное желание клиента фактическое желание клиента и скрытое желание клиента явное желание клиента это то что клиент вам говорит я хочу сайт я хочу поесть я не знаю там я хочу похудеть это явно желание клиента фактическое желание клиента то что он делает на самом деле либо хочет на самом деле да то есть что он по делать да и скрытое желание скрытая мотивация клиента это то что клиент хочет и делает не догадываясь об этом приведу простой пример который тоже часто привожу с личным тренером предположим вы захотели нанять себе личного тренера если говорить про явную вашу мотивацию как клиента у вас приоритет при выборе тренера найти себе самого лучшего самого эффективного тренера с большим количеством регалий с большим опытом кейсами да там ну в общем вроде бы все логично но что происходит по факту когда мы двигаемся на второй уровень мотивации желания клиента фактически которые называются вот вы приходите в тренажерный зал и вам на выбор выставляют там 10 тренеров различных кого вы выберете то есть как вы думаете кто станет вашим тренером и почему какие какой приоритет у вас в данном шаге будет при выборе тренера девушки ответят самый красивый да там либо самый приятный там мужики ответят за этом с кем можно поговорить есть общий язык какой-то да там есть какие-то общие темы для разговора но это все можно охарактеризовать одним словом вам с ним комфортно потому что если от него плохо пахнет он грубит хамит и они знают вас перебивает и единство что может сказать это возьми блины и дитягай вряд ли вы будете ну вряд ли вы выберете такого тренера даже если он супер крутой куча регалий там как я там шучу ним они не тут не не мастер спорта не ним эскай а кмс этот мкс по спорту космического масштаба да то есть вы получается на втором уровне мотивации переходите от самого лучшего тренера к самому удобному то есть самому комфортному еще что вы делаете когда мы переходим к третьему уровню мотивации который завязан очень на жизненном цикле клиента то есть на ltv это когда мы говорим про скрытую мотивацию скрытая мотивация это вопрос вот в чем вы для чего ищите на самом деле личного тренера то есть вот если признаться по факту для чего он вам нужен на самом деле и что влияет на то чтобы вы к этому тренеру ходили не месяц а год два три до тут всплывает часто история которые я вижу ходя спортивный зал и если это у вас тоже так можете мне плюсом вот например девушка занимается полчаса да там с личным тренером полчаса с ним болтает вот вопрос она си наняла личного тренера для того чтобы более эффективный получить результат нафига тебе тратить полчаса на то чтобы болтать с тренером если как бы ну ты за это заплатила ты должен заниматься качаться тут мы подходим к интересу момента что на самом деле личный тренер если мы говорим про скрытую мотивацию да там клиента это друг это психолог это любовник если говорить про архетипы при этом любовник архетип не значит что тренер должен спать с вами да там он может проявлять к вам внимание одаривать комплиментами да то есть ну это тоже считается как архетип любовник и соответственно чем вам с ним чем больше вас с ним общего так скажем как с другом с психологом то есть психологу вы там выговариваете с другом вы обсуждаете мужа жалуетесь да там с любовником вы получаете внимание да который вы недополучаетесь жизни вот такая интересная штука ребята то есть вот если глубже копать психологию в мотивы клиентов можно докопаться до таких моментов которые очень круто использовать рекламных коммуникациях в продажах в скриптах и вообще понимая скрытую мотивацию людей клиентов можно ну очень круто поднять свой проект и как бы зарабатывать деньги вот вчера на мастер-классе мы разбирали как раз таки вот кейс полины большаковой да вот она спросила макс типа вот на какая вот у моих клиентов скрытая мотивация как ты думаешь вышел ее маркетолог и говорит то что вот скрытая мотивация точнее явно явная мотивация значит это значит больше зарабатывать финансовая грамотность неявная мотивация значит типа там записываться на кучу курсов и скрытая мотивация это не помню что он сказал но не совсем в точку так скажем я его поправляю я говорю то что и вам тоже да вот как как находить эти явные не явные скрытые мотивации явная мотивация как правило завязана на нашей так называемой социальной маски это по психологу юнгу вот юнг это ученик фрейда и у него есть описание эго состоянии вот социальная маска это явные наши желания то есть то кем мы хотим казаться в обществе то есть то что мы говорим она по факту может вообще сильно отличаться как я уже привел пример да но почему мы так говорим по что у нас есть определенная роль образ в социуме который мы должны поддерживать вот поэтому если хотите разобраться в явной мотивации человека просто подумайте какая у него социальная роль какие у нас могут быть социальные роли хорошая мама верный муж исполнительный сотрудник щедрый босс вот это все социальные роли социальные маски причем социальная маска она очень может сильно отличаться от других мотивации как я уже привел пример до этого по факту 2 2 уровень мотивации которые фактически да ну его можно проследить просто посмотрев как себя человек ведет на самом деле то есть то что он говорит то что он делал может сильно отличаться и если мы говорим про скрытую мотивацию то что человек делает и думать не догадываясь об этом чаще всего это завязано на так называемый it у юнга это называется it это наши низменные пороки черты там какие-то мотивы либо если проще это семь основных грехов в православии чревоугодие тщеславие гордыня и так далее соответственно если вы хотите разобраться вскрытые мотивации вашего клиента скорее всего она будет чем-то из семи основных грехов потому что мы все люди мы все животные у нас у всех есть и не янь белая черная мужская женская и там белая и темная светлое темно да поэтому скрытая как правило связано именно с нашим темным темной стороной нашей личности вот третья фишка который последний хотел вам сегодня рассказать кстати подпишитесь на меня кто на меня еще не подписался и поставьте колокольчик чтобы попадать на такие вот короткие аудио сессии в комнаты со мной да я буду стараться чаще делиться вот такими вот фишками соответственно третья фишка который вам хотел сегодня рассказать это опять же я и часто тоже рассказываю вопрос сначала как вы думаете что важнее портрет целевой аудитории либо мотивы поведения 90 процентов маркетологов изучают портрет целевой аудитории и это большая ошибка почему потому что если мы берем портрет целевой аудитории предположим женщина 20-35 хобби визаж маникюр педикюр салонной красоты дорогие рестораны и достаток выше среднего москва то если мы возьмем этих женщин и соберем их в одной комнате это будет абсолютно разные женщины которые абсолютно по-разному взаимодействуют с одним и тем же продуктом у которых абсолютно разный клиентский опыт абсолютно разное видение мира мотивы поведения все разное что нам это дает то есть почему я вам это говорю приведу простой пример связанный со мной я 30-летний мужчина достаток выше среднего проживаю в москве доблю курить кальяны соответственно есть я как целевая аудитория как аватар клиента мужчина как я уже назвал там 30 лет и так далее есть продукт кальян прикол в том что я насчитал как минимум 6 абсолютно разных мотивов поведения мотивы взаимодействия меня с кальянами когда например мне нужно поработать мой приоритет при выборе кальяна это найти кальяну в которой стабильный вай фай согласны да когда я хочу отдохнуть в кальяны я ищу кальянную рядом с домом мне впадло уехать там куда-то да то есть я хочу рядом когда я хочу пойти в кальянную отметить день рождения я ищу кальяну с баром с барном меню до или там чтобы данная кальяна была расположена в центре что всем было удобно добраться туда когда я иду в кальяну с девушкой я ищу кальянную который красивый интерьер когда я ищу кальянную точнее когда я хочу покурить кальян например просто с друзьями я ищу кальяну с настольными играми с playstation то есть понимаете да тут я один тот же человек один тот же аватар я потребитель кальян до один и тот же продукт кальяна но и шестью разными способами там семью десятью там вот можно сколько угодно их насчитать взаимодействию с одним и тем же продуктом то есть важнее изучать не портрет меня как клиента потому что это не константа настроение клиента меняется мотивы поведения меняются все меняется и если нас поставить условно 2 30-летних мужчин рядом которые по интересам потом по характеристикам вроде бы похожи мы абсолютно разные будем да и нужно изучать не портрет нужно изучать мотивы мотивы поведения как то нужно понять как люди взаимодействуют с вашим продуктом какой след цифровой они оставляют в интернете как его проследить и как на это повлиять и как какие касания выстроить что-то этого ну приду простой пример да вот если я ищу кальянную для работы что я буду делать чтобы найти такую кальянную я открою яндекс карты и соответственно посмотрю описание кальянных яндекс картах либо я вобью в гугле там лучший кальянный свой там со стабильным вайфай где можно поработать положим не знаю либо я зайду в инстаграм по хэштегам посмотри либо киа локации то есть вот мои мотивы поведения и анализируя эти мотивы поведения таких мотив может быть до 100 в каждом бизнесе можно выстроить точки касания в каждом мотиве это как раз таки называется customer journey map то есть карта пути клиента и в этой карты пути клиента простроить уже триггерную карту то есть как повлиять на клиентов каждый из этих точек и что ему продать и как надеюсь вам было полезно я на самом деле параллельно еще записывал все это в зуме вот и выложу у себя в инстаграм и других социальных сетях так что подписывайтесь на меня других социальных сетях тоже в clubhouse и ставьте колокольчик чтобы попадать на такие вот эфиры спасибо всем до следующего раза пока